Это страшное злодеяние было совершено в посёлке Калашниково. По версии следствия, 26 сентября женщина жестоко убила свою мать. Несколько раз ударила ножом, а потом обезглавила. По материалам уголовного дела подозреваемая нигде не работает, ни замужем, ни судима. Соседями характеризуется нейтрально. Преступление совершено в квартире дома, где жили дочь с матерью. Следствием продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Другое преступление совершено на улице Орженикидзе в Твери. Убит 35-летний мужчина, тело которого обнаружено вечером 23 сентября. Подозреваемый в совершении убийства задержан. Следователями городского следственного отдела и криминалистом отдела криминалистики регионального следственного управления Следственного комитета, с участием сотрудников полиции произведен осмотр места происшествия и тела мужчины, изъяты предметы и следы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 3 октября в день 35-летий со дня образования отряда мобильного особого назначения Росгвардии на базе ОМОН «БАРС» побывал отряд молодежной организации Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юн-Армия» средней школы номер 15 города Твери. Сотрудники спецподразделения рассказали о своей службе и задачах, которые выполняют. Показали ребятам документальный фильм, созданный при участии патрульной службы, а также провели для гостей несколько мастер-классов, где школьники познакомились с образцами учебного оружия и примерили на себя специальные средства защиты, стоящие на вооружении Росгвардии. Показали работу кинолога со служебной собакой. Накануне с 35-летием службы сотрудников и ветеранов отряда поздравил командующий Центральным округом войск Национальной гвардии генерал-полковник Александр Попов, направив телеграмму в адрес командования спецподразделения. К бойцам обратился руководитель регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Пляскин, который поблагодарил ОМОНовцев за честную и безупречную службу. Бойцы отряда «Минуты молчания» почтили память боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, отличившимся сотрудникам, вручили ведомственные награды и почетные грамоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова